сегодня суббота приехали на прогулку в чертах афин мы находимся за афинами здесь вот такое небольшое озеро технически созданное одно из таких очень непопулярных и неизвестных мест но скорее всего потому что здесь нет никаких кафе нет каких-то таких вот удобств что можно прийти погулять покушать попить поэтому наверное здесь оно мало известно мало посещаемо но я нашла в справочнике что есть такое место и мы решили сюда заехать посмотреть что это потому что даже вот представьте костя он не знал что есть вот это озеро нам было любопытно что что оно из себя представляет то такое маленькое озерцо вот мы сейчас здесь прогуляемся взяли с собой бора и потом поедем нашу барницу потому что там есть наша любимая таверна вот это такой ресторанчик скажем так вот поедем туда кушать погуляем здесь тепло сегодня около 20 градусов хорошо что к нам наконец-то приходит весна потому что в этом году зима прям очень-очень очень холодная мы так устали и эта неделя тоже была холодная дождлива но уже вроде бы погодка налаживается цветут деревья во всю цветет сирень причем знаете я вот сирен здесь не могла распознать потому что здесь все по-другому сначала цветут цветы потом уже выпускает дерево листья у нас же наоборот сначала зелень а потом в мае как бы сирень да здесь все наоборот но это вот какое-то дерево скорее всего фруктовая я не знаю что так пахнет может быть какая-нибудь дикая яблоня сейчас надо будет у кости спросить что это за дерево похоже вот на яблоню кости говорит что это какой-то вид яблоня ну маленькая такой дикая дикая яблонька да по цветам понятно и и она узнаваема вот наш бор радуется прогулки радуется радуется браво 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 бор говорит кося там эти черепахи были спрятались вот пойдем гулять потом еще что-то вам покажу черепахи черепахи сейчас вам покажу водных черепах вот на солнышке греются греетесь прикольные черепахи красные плавают пока черепаха большая черепаха как поплыла прикольно вот китам сейчас пойдем посмотрим что еще есть это видео очень много здесь черепашек они повылазили греются на солнышке такие прикольные такие классные и не красивые вот там вот маленькая на на деревце на называется забыла на бревне маленькая и классные черепахи прикольно 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 очень много здесь черепашек какие-то маленькие рыбки там уточки плавают крякают парк маленький парк но очень уютненький хотела приблизить вам показать смотрю разрешение совсем слабое вот этот островок это черепахи там сидят их там очень-очень много я сначала не поняла что находится в центре этого озера оказывается там черепахи сидят греются на солнышке наслаждаются своей жизнью такая здесь у нас красота ночи даже атмосферно обучающая программа бор и утки рядом как хочется с утками поиграться как и в центре этого озера оказывает косточка что это на этих уток не охотимся нельзя Субтитры делал DimaTorzok 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 Звуки леса Какая красота Все так пахнет Зеленью Цветами Птицы поют Ничего даже говорить не нужно. Птицы поют. Такая атмосфера. Ну что, пойду я прогуляюсь и увидимся в следующем включении. Продолжение следует. Такие горы. Красота. Отпустили Бора, чтобы он побегал, выпустил пар. Конечно, так просто его не отпустишь. Машины все-таки и сейчас отпустили все убежал. Вот, смотрите, а вон пор. Смотрите, какие горы. Конечно, лес здесь так и не восстановился за 20 лет. Вот как вот остался с этой стороны лес. Бор. Вот, покажу вам пор. Радуется, бежит. Бор. И не бор. Он думает, что он на охоте. Вот. Лес остался вот только с этой стороны. Здесь 20 лет назад был под пожар. Но, к сожалению, лес так и не восстановился. Пытаются, сажают, не переживаются. Очень сложный климат. Чтобы восстановился такой лес, наверное, нужно много-много лет. Чего я здесь сделала включение? Я здесь нашла горные рисы. Первый раз в 6 дней увидела горные рисы. Такие маленькие, красивые цветочки. Вот эти уже немножко подвяли. Пышные какие. Симпатичные. Ирисы, видите, миниатюры. Такие маленькие. С ними рот 10. Потому что здесь высоко. В горном примыде все низко рослое, все такое маленькое. Вот, еще ирисы. Но это же ирисы, я так думаю. Красивый цветочек в тени спрятался. Вот такой. Ирисы. Их здесь много, а вот еще целая полянка. А, их тут очень много. Но это не крокус, это точно. Это ирисы, да. Маленькие. Яшбор. Вот. Конечно, видно, что им уже тяжело, не хватает влаги. Здесь солнечно. Смотри, тут точно. Зараза. Это номер. Памы. Браво. Ближки так остановилась возле большой красивой елки хочу показать вам вот такую красоту посмотрите какая пышная на и нарядная богатая елка первый раз я обратила внимание может быть просто не попадала в то время когда происходит это чудо когда идет зависть именно шишек как здорово смотрится по новогоднему они такие красненькие такие яркие это молодые шишки вот так вот они выглядят смотрите как ягодки круто интересно так их много вот такие вот шишки кости одну сорвал они знаете такие как ягодки действительно много внутри воды сока идет зависть вот такая вот елка на очень ярко очень красивая привод не хватает новогодних игрушек и лампочек большая большая елка в принципе не все но очень много елок вот с такими шишками надо будет посмотреть все не все нет не все значит есть как-то наверное елки отличаются как мужской женский вид наверное потому что вот это тоже с шишками а это вот не там тоже наверху есть шишки не обращала я внимание никогда это вот сегодня у меня произошло такое открытие красиво как смотрится прикольно вот так что там есть шишки не обращаетесь в кашке а мне это вот эти шишки не обращаетесь на в нашу шишки, а я не знаю никаких шишки не обращают, но это вот такой шишки не заберет, но я не знаю, что это действительно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот они, барашки, жарятся. Вот такая красота. Обязательное главное блюдо на каждую Пасху в Греции Это вот такой жареный барашек. Подготовка в полном разгаре. Столы накрыты, барашки жарятся. Скоро будет праздник. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну после хорошего обеда, барашка, мы покушали вкусного. Теперь мы приехали пить кофе. Рядышком называется... Это местечко Эретрия. Это вот мы видим ферри-бот. Такие кораблики, которые перевозят пассажиров, машины. Ну это такой быстрый, экономный способ, как приехать из одной точки в другую точку. Да, это здесь получается как бы Эбия, остров. И можно приехать кофейном там за 20-30 минут. Я точно не знаю сколько, но быстро и как бы экономно. Вот такие вот у нас ферри-боты ходят частенечко. Здесь местный пляж, отдых. Мы сейчас пойдем искать кафешку. Пойдем, найдем кафешку. Хотим попить кофе с какой-нибудь вкусняшкой. Море, конечно, холодное. А вот человек ловит рыбу. Часто можно видеть таких вот рыбаков. Как говорится, не без лодочек, без ничего. Просто выходят и что-то рыбачат. Сегодня очень теплый день. Плюс 25. Это второй день теплый. Вот так вот интересно получилось апрель месяца. У нас все еще было холодно. Вот потихоньку начинает налаживаться погода. Мне кажется, теперь очень быстро потеплеет. Прям резко в лето мы ворвемся. Ну что, вот со стороны видно кафешки все забитые. Люди вышли, гуляют, общаются. Детская площадка маленькая. Конечно, везде в Афинах, Греции. С свободной территории, с площади очень плохо. Мало таких парков. Много природных выходов. Там горы. Можно в лес. Но вот так парков. Очень-очень мало. Они такие крохотные лесные площадки. Пятачок. Кораблик наш уходит. Вот рыбачок сидит в лодочке. Сети разбирает. И кораблик уходит. После сказал 15 минут. И он приходит в борт Орухо. Ну, это здесь рядом у нас Афина. Вот такие вот кораблики работают у нас по всем точкам. Пляж-то такой. Набережная красивая. В этом, конечно, здесь много людей. Дача многих. Но сегодня, в принципе, людей достаточно много. Ало, ало, ало. Очень красиво. В 400 метров. Слайд лэфт. Очень красиво. Сегодня понедельник, у нас еще выходной день. Мы приехали в такой район, называется Вулягмени. Здесь есть озеро, природное образование, очень глубокое, уходит куда-то в пещеры. Туда люди, были попытки заплыть, проплыть. Здесь, в общем, такое местечко, очень интересное, люди купаются даже зимой. Как видите, красиво все, ухожено, но, к сожалению, оказалось, что закрыто. Мы так рассчитывали здесь провести время, пить кофе тоже, посидеть, понаслаждаться красотой. Но так как это госучреждение, не частное, скорее всего, карантинные здесь еще работают ограничения. И все закрыто. Вот люди тоже приехали, как мы, через решетку выглядывают, смотрят, рассматривают все это место. Красиво, конечно, видите, какая здесь зелень, все ухожено, поливы. Ну, потрясающе, конечно. Вот, все у нас не получалось сюда доехать, потому что это от нас далеко. Сегодня приехали, но закрыто. Ну, что ж, будем надеяться, что откроется в этом году. Мы еще раз приедем. Красота, какой воздух вкусный, морской, запахи разных трав, цветов, тишина, людей еще мало. Погода плюс 25, как раз то, что нужно, ни холодно, ни жарко. Пойдем поищем кафешку, потому что я сломалась здесь в ресторанчике. Красота, какая чистая. Какая вода, какие цвета, какие запахи. Люди уже купаются, загорают. Парк какой красивый, как я люблю пальмочки. Какие они пушистенькие, яркие пальмочки. Какая красота. Ах, Греция. Как я тебя люблю, Греция. Какая красота. Какая красота. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok